Нарей, как себя чувствуешь? Как первая игра прошла? Если не считать результатов, вообще лично ощущение физически. Прежде всего, конечно, первая игра после травмы не может быть легкой. Самочувствие такое тяжелое, все болит. На тренировках много работаем и от этого чувствуется усталость мышц, так как не было нагрузки в течение двух с половиной месяцев. Сейчас такие ударные тренировки пошли. Нас перегрузили перед Барселоной, готовились серьезно. Большая нагрузка была. Конечно, мышцы еще не готовы к этой нагрузке, но, слава богу, жив еще, так скажем. Продолжали набирать физическую форму и я надеюсь, что в скором времени наберем. Стоит возвращение в некотором роде вынужденная мера, потому что крыс еще не было? Или заранее планировалось что-то решить? Ну, здесь примерно по строкам понималось, что моя травма где-то на два с половиной месяца. Мы примерно как бы представляли. И я по ощущениям тоже чувствовал, что в принципе могло не на стопроцентной скорости, не на стопроцентных прыжках, но где-то постараться помочь команде. И, конечно, может быть, да тут даже не дело ни в крысе, просто потому что нужно команде помогать и на подборах, и в защите, и где-то давать передохнуть ребятам. То есть и в этом плане мы приняли решение, что в принципе тренируешься нормально, для этого усталости присутствует. Но это естественный фактор, когда ты не тренируешься, начинаешь набирать форму, естественно, у тебя все болит. Не только в месте, где была травма, скажем, все остальные мышцы болят, но это спорт, это моя работа, и я должен работать по этому. И я хочу работать и играть, так что все вроде, слава Богу. И, конечно, сегодня результат не торчает, что мы не победили, конечно, всегда хочется побеждать, но мы работаем, и команда сыгрывается. И, так скажем, много разных моментов, в которых стоит добавлять, и уже в некоторых моментах добавили, и я думаю, еще будем исправлять свои ошибки, будем реализовывать, будем смотреть видео. И, я думаю, постепенно, шаг на шагом. Насколько тяжело было тебе сегодня именно позицию центрового защищаться? Я думаю, что уступал в габаритах лямпе за счет этого не удалось хорошо сыграть или все-таки это не познаю? Ну, я не знаю, он там какой-то дурный образцов забыл, сбил через меня. Я бы не сказал, что он как-то чувствовал свое превосходство и разбирался как мог, и я не чувствовал себя слабее. Я не знаю, что пониже рост, мне кажется, физически не успокоил. Ну, где-то, может быть, я не чувствую, что игроку после травм, где-то первая игра, но меня это смущало. И тут рост лампы. Все равно надо бороться, независимо от габаритов. Я бы не сказал, что он сумел. Он в атаке хорошо вышел, забил трех очков и в середине 3 в четверть. Почему потом не получилось? Удача, видимо, не выходила, а потом больше. То есть где-то и ребята понимают, что, возможно, еще, конечно, не до конца я форму набрал. И где-то, может быть, хотят понадежнее сыграть. И думают, что пока как бы не готовы, видимо, смотрят свои атаки. Так что есть много разных факторов. Но если ребятки из ТОТ, я считаю, что они придут на оппозицию и должны бросать и сделают. Так что еще другую работу делать. Идти на подбор и бросать стрелочек. Еще по поводу той трешки хотел спросить, потому что Мессино сразу тебе подозвал и что-то сказал. Он сказал, что не нужно было бросать, но потому что забил, ты молодец. Нет, нет, нет. Он по защите меня познал, сказал, что мы когда играем с Кайлоком на позиции четвертого, пятого номера, и когда большие между собой, такие как Натбар и... Центровой Натбар, играем Нэн Роу, то чтобы мы не менялись, по-моему, он в торсе был, чтобы мы не менялись, я расшел вслед. А мы с Кайлоком разменялись, но, в принципе, мы позиции не растеряли, но установка была такая на то, что большие и большие не было. Поэтому и позвал власть. В принципе, ты ощутил, что Барселона по-прежнему? Можно сказать, что Барселона сильнейшая в Европе перед ней линией? Здесь я бы не стал говорить, что с ума сойти, какая Барселона, и не надо бороться. С ними можно бороться, и нужно бороться. То есть, у нас сегодня не все получалось, но и, помимо отрицательных моментов, очень много положительных моментов. Так что нужно, как бы, обращать внимание на это, потому что, да, ошибки есть, их нужно исправлять, ну, и нужно улучшать себе, положительные качества. Потому что, по силам, он сейчас очень хороший соперник. Барселон, так что, все дело в нас, а не в соперник. После четырех игр 2-2 это все-таки удовлетворительный результат, или нет, с учетом того, что оба поражения на выезде от фаворитов? Ну, конечно, досадно проигрывать здесь. Я, может, повторюсь, иногда шаг вперед, результат ударов ползать, да, так что, во всех случаях будет проигрывать, что надо избегать свои какие-то моменты для развития прежде всего. То есть, без плохих результатов, хороших не бывает. Так что, я думаю, здесь нельзя говорить хорошо или плохо, здесь просто нужно работать. ahí да 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 а деаrä». В态. В đi. Продолжение следует...